Скорей, скорей, под подачем. По домам, подачем, скорее, скорее, разбежались. Тоня звонила сиротками, собиралась она, конечно. Ну, ей трудно сейчас. А если, говорит, мне пенсию, а я, ну, мне надо, это, 10 дней. Она говорит, никаких 10 дней, все. Ну, может, что-то, какие-то обстоятельства. Ты-то чего не делаешь? Давай я. Добавил. Да. Ну, собиралась она. Я не знаю. Ну, немножко молиться с работой. Че? Так, и валя. За время, у меня дети не ехали. Такой. Борисовик. А. Супер, по-моему. Там, у них. Там, у них. Че? 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 В какую сторону? В какую сторону? В какую сторону? Глаз выпьющий. Глаз. Глаз. Твоё небесный Утешителю души и стены И живи здесь, И вся исполняй Сокровище благих И жизнеподателю Приди все и стены И очистены От всякие скверны И спаси Блаже души Наши Благослови. Будь милостью там грешным. Тебе слава веки веков. Аминь. 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 Какие вопросы есть? Никаких нет. Как престольный праздник? Ну. Как прошел престольный праздник? Как прошел престольный праздник? Ну что. Престольный праздник прошел хорошо. Я приглашал на праздник И Владыку Сергия И Владыку Антония Савгородского И еще Владыку Романа Харкутского Все Очень категорично Так это обещали Обязательно Отецаким Будем все Вот первый позвонил Дьякон от Владыки Сергия Куда-то у него значит Срочно там поездка Мы говорим Владыка, Владыка А над Владыкой еще Тоже Владыки есть Так что Поэтому Нет И в Савгородске Накануне Тоже Куда-то это А с Романом звоню Владыка Сдатель таким Я собрался все А здесь Оказывается Президент Наш Несколько городов Вот в Алтайском крае Присвоил им звание Город трудовой славы Это Рубцовск вошел в это время На Валтайск И в два дня Суббота и Воскресенье Проходят там Различные торжества Ну и все Я говорю Должен участвовать в этом Я не могу Никак В другой раз Я совсем собрался Уже все Вот так вот Рубцовск Видите Он был Город такой Что во время войны Когда стали Эвакуировали из Харькова Тракторный завод На Рубцовск И стали делать Здесь сразу Танки делать Но потом Трактор остался Когда перестройка Это все В рамку вставлять Пожелания Такие нам Вот Доброе Вот Все Чтобы прочитала Наша Потеряйка Община Там Ну и Проще Потом Вы там Высовет Прочитаете Надежды Надежды Ну вот так Послужили Хорошо Послужили Потом После службы Зачитал Это послание Благочинное Я его поблагодарил Спели многолетие Всем И святейшим И преосвященнейшим И всем Храме предстоящим Вот Господь сохранил Всех Ну вот так Потом трапеза была Трапеза Трапеза Приготовили Вот На трапезе было Человек 22 Наверное Гостей было Ну вот С шофером Он и шофером был Батюшка Все трое у нас Гости Один с Сургута Николай И Шпахмутов Юра Георгий И Один Значит С Петербурга Михаил Макаров Ну да Вот они только были И все Больше никого Посторонних не было Дороги Никакой нет Нигде Там все разбили Ну дождь каждый день Дождь и дождь идет Ехали Проезжали Как вот молодежные Проезжаем И направо Там бетонная дорожка идет И вдоль линии потом Переезд До переезда переезжаем На линии Не переезжать А вдоль линии Там Играем Посыпанную дорожку И вот По этой дорожке До нашего переезда А там через переезд Переезд Считай что дома И вот они приехали А я и говорил Что объехать нужно Геокладпище Таколочек вокруг Там лучше Ну а машина у него Хорошая Там значит этот Такой уаз Какой-то Ну как легковод У шофера Это было Прихожане Отца Ну и оттуда мы поехали Я говорю Давай Да мы сюда проехали Нормально все Ну где большая Это лужа Он как это Надо было правее Там взять Повисли на этом И все Там глубоко И все Тык Нет Ну ладно Сейчас еще полкилометра Давай звонить Игорь недоступен Лене звоню Лена недоступна Ну не отвечает Нет Ну давай уже А у меня Мой телефон то Нету связи Билая Ну я потому Это у шофера Это там у него Какой-то мегафон Есть связь Давай Звоню Люда Люда Срочно Взбегай к Игорю Скажи чтобы На тракте я выезжал Мы значит это Ну подождали Минус через 15 Игорь подъехал Не на тракте У меня Трактор завел Пока что-то Заглох Заводить не заводится Ну Да Пошел другой Зил 103 Такой Трехосный Берем Он всегда там что-то Отвозил Отходы там или что Возил Массу не выключил Вертягнулся Аккумулятор сел Нету Потом у него еще Трехосный тоже Это Скрылья Или это Ну опрыскиватель На трехосном Это тоже Зилук большой Он на нем Приезжает Нас Ну выдернул Тогда мы поехали Вот так вот Ну недолго там мы Потеряли Ну я уже пол третьего Там выехал Где-то минут 20 Постоял Интересно Никогда так помнил Проезжает Проехала Машин 30 Ни одна не остановилась Даже Прут И все Потом уже автобус Завелось Здорово И вот приехал Пол третьего Я был уже здесь Вот так вот Так, следующий приезд Будет у меня на престольный праздник Это будет 26 Среда Нет В вторник В вторник В вторник В вторник вечером Все уже будет И в среду Утром Пожалуйста Все давайте Престольный праздник Значит это У нас значит Будет Так вот Следующее воскресенье Буду там Так еще Какие вопросы А у нас со скольки Будет Теперь Ну всегда После Престольного праздника Переходим Давайте Так и будем Еще в пять Соберем А тогда уже После этого Четыре Потому что я После престольного Отлучаюсь В дальние края Прошу ваших Молитесь Вот поездка Так будет Очень такая Думаю Далеко Проехать Там где Попроведать Наших Солдат Насыщенно Да Насыщенно будет Там уже связались С той стороны Батюшки Обещали Там Помосятся Проехать Ну вот так вот Поэтому После этого Я сразу Двадцать восьмого Утром Отправляюсь Значит Тридцатого Будет Суббота У нас Да И Тридцатая Только А потом И первого Получается С четырех часов Будет Ну да С четырех часов Следующего Двадцать восьмого Двадцать восьмого Будет Что у нас Среда Двадцать восьмого Четверг Двадцать восьмого Двадцать девятая Пятница Тридцатого Суббота В четыре Четыре часа В четыре часа В субботу В воскресенье Понятно все В субботу в четыре часа В воскресенье Так мы всегда не менялись То есть Тридцатого сентября В четыре В четырех часов Утром В вечер В шестнадцать Ноль ноль Начинается У нас Вы смотрите А то уже стали Кто приезжать На службу Еще четырех часов Нет уже Я говорю А что вы Ты так Соскучились Еще четыре Ах четыре Да как же так Соскучились Так еще что Ты да Есть какая еще нужда Нет В ваших В ваших В ваших молитвах Батюшка Чтобы помнили нас всегда Да я всегда А вы меня не забывайте Ничего себе Ничего себе Вы сегодня говорили Вот сейчас проповедь Батюшка Крест и доску вынес Крест сейчас найдет Батюшка Проповедь говорили И ну как бы О себе тоже говорили Я не знаю Кто 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 мог такое Сказать вам Что вы Ну как бы это Проходной двор Там и так далее Не знаю где такое это Интернет смотреть надо Интернет 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 Там такое Говорят про меня Что Я сам себя не знаю Ну вот А ты говорите Какой Познакомишься Интернет На разные каналы заходить надо Георгий какой А вы только один Наверное канал Во свете библии смотрите Нет Зачался Да Давай Полина Сегодняшнее чтение Второе послание к коринфянам святого апостола Павла Глава четвертая стихи с шестого по пятнадцатый во имя отца и сына и святого духа аминь Стих шестой Потому что Бог повелевший из тьмы воссиять свету озарил наши сердца дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа Толкование блаженного Феофилата Болгарского Почему говорит мы не проповедуем себя Потому что Бог воссиял в сердцах наших как в древности на лице Моисея так ныне на нас Так как при первом творении сказал явился из тьмы свет так и ныне сказал явился свет Впрочем он сам стал светом для нас ибо он воссиял для нас в лице Христа То есть через Христа Потому что отец сияет в нас через Христа и дает просвещение познанием не сущности своей но славы Заметь и здесь у Павла богословение о Троице Ибо о Духе говорит взирая на славу Господню ибо Дух есть Господь О Сыне свет благовествования о славе Христа А теперь об Отце просветить нас познанием славы Его Седьмой стих Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах Дабы преизбыточная сила была приписываема Богу а не нам Толкование Поскольку сказал о неизреченной славе много великого и высокого То дабы кто не сказал как же мы получив такие как ты говоришь благо Остаемся в смертном теле Говорит Глиняный сосуд вмещает такие сокровища силою Божию Чтобы преизбыточная сила являющаяся в нас была Божией И чтобы не подумали что мы совершаем что-нибудь сами собой Но чтобы все кто видит говорили что все это Божие Намекает на лжеапостол которые все приписывали себе Восьмой стих Мы отовсюду притесняемы но не стеснены Мы в отчаянных обстоятельствах но не отчаиваемся Толкование В такой мере говорит все есть дело силы Божией Что хотя мы скудельные сосуды и подвергаемся стольким и столь разнообразным искушениям Однако не разбиваемся и не теряем находящегося в нас сокровища Ибо подвергаемся скорбям во всякое время во всяком месте и во всякой вещи Между друзьями между врагами но не стеснены потому что Бог расширяет сердца наши То есть хотя подвергаемся бедствиям и стеснениям Однако стоя твердо не отчаиваемся и не побеждаемся но в Боге находим помощь и побеждаем Стих девятый Мы гонимы но не оставлены не излагаемы но не погибаем Толкование Толкование Люди гонят нас но Бог не оставляет нас Ибо это попускается для того чтобы мы упражнялись в борьбе А не для того чтобы мы пали Противники говорит Не излагают нас по телу и в вещах внешних Но мы не погибаем Благодушествуем и наслаждаемся постоянством духа И при этом сохраняем при помощи Божией самое тело Стих десятый Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса Христа Чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашим Толкование То есть ежедневно подвергаясь смерти и всегда подражаясь смерти Господа Свидетельствуем таким образом о жизни или о воскресении Его телом Своим Ибо если кто не верует что Господь воскрес Он не будет иметь предлога к неверию когда увидит что мы ежедневно умираем и ежедневно же остаемся в живых Стих одиннадцатый Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса Чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей Толкование Этим Объясняются слова мертвости Иисуса Которые были неясны Ибо Он обычно разъясняет неясно сказанное Слово же Чтобы и жизнь Иисусова открылась кроме предыдущего толкования должны быть истолкованы еще так Как мы ныне подвергаемся смерти Христовой и решаемся заживо умереть за Него Так и Он благоизволит умерших нас оживотворить тогда Это говорит апостол и в другом месте «Если же мы умерли со Христом, веруем, что и жить будем с Ним» Римлянам 6.8 Двенадцатый стих «Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас» Толкование Смертью называют здесь искушение, говоря «Мы находимся в опасностях, а вы наслаждаетесь жизнью, которая проистекает из этих опасностей именно вследствие возвещения вам Евангелия, через которое вы живете вечной жизнью» Тринадцатый стих «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим» Толкование Выше упомянул об искушениях и о смерти Потом сказал, что и от них избавил нас Иисус и привел основание, что для того именно избавил, чтобы уверить в своем воскресении Теперь утверждает, что это должно основываться на вере, а не на одних умствованиях И говорит «Как Давид, находившийся в искушениях и освобожденный от них только Богом, сказал, я веровал и потому говорил, так и мы, имея тот же дух веры, который он имел, веруем и потому говорим, что как Иисус воскрес, так и мы победим опасности и опять будем воскрешены» Заметь, что в Ветхом и Новом Завете один и тот же дух Заметь, это для тех, которые хулят за кон Стихи четырнадцатый и пятнадцатый Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед Собою с вами Ибо все для вас, дабы обилия благодати, тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию Толкование Чему же, говорит, мы веруем и что знаем? То, что тот, кто воздвиг Иисуса и ныне исхидит нас от опасностей и напоследок воздвигнет и представит нас с вами к наслаждению благами, возбуждает их к вере и доброй жизни Намекая же на лжи апостолов, которые говорили, что через их посредничество сообщаются их ученикам от Бога благо, говорит «Все для вас и самое воскресение, а не ради того или другого» Совершает же это Бог и многим другим, и многим дарует благодать, чтобы преизобилие благодати преизобиловала и благодарность, приносимая многими во славу Божию Почему же апостолы, приписывая благодать Божию себе, омрачают и славу ее? Богу нашему слава! Ну, у болящих, хотя она, конечно, сказала, что сестра Антонина собиралась на службу, но, конечно, она не смогла сама приехать Тут еще другая ситуация возникает, что она получила пенсию, да, что ли? А дочь забрала пенсию, она ей говорит, надо же отдать десятину, никакой десятине, так что вот такая ситуация То есть она под влиянием дочери немощна, так что вот такая ситуация Валентина Павловна хворает, не может приехать, не смогла Так, что у нас, где у нас братья? Старший на службе, получается, сейчас, ну, со смены, нужно возвращаться где-то в районе 9-й, а младший вчера... Где на службе? В больнице В больнице же А, ну, не было Служба На работе Служба Это служба А младший вчера заболел, температура поднялась Ну, понятно Какой-то Ну, понятно Так, еще кто у нас? Марина Марина Хворачевна Да, заболела тоже Простой у нас Вчера у них был опять музейный день Работали они целый день, там народу было что-то Вот, волонтером была сестра и франциня Ну, не знаю, где ты стоишь там В театре, да Много прошло людей Там у нас сменилось где-то три этих площадки Проводили какие-то конкурсы Это разные творчества Да Такие конкурсы Ну что, да, там людей ходило Там же еще мимо нас проходили, когда ходили к кинозалу Там какие-то сценки по камере на кинозале Ну, то есть вот сейчас взялись за культурное основу Начали показывать, что у нас тоже есть культура русская Наконец-то Даже православные есть Там выставка Марину поставили на православную Есть такой Виктор Семенович Козинник Он музыковед Он скрипач Он литературовед И историк В общем, разносторонний этот человек Он очень проповедует то, что Ну, как вот было у нас знание, что вот красота способствует мир Агитирует Агитирует за мир, за красоту Что музыка и культура, они вот тоже Способствуют тому, что и наша экономика в государстве будет Он выступал, кстати, в Госдуме Убеждал, что Чтобы правительство выделяло больше средств на культурное просвещение народа Ибо тогда не будет потребности в другом насильственном каком-то действии у людей И тогда экономика у нас будет Ну, он как бы мотивирует определенными фактами Тоже мотивирует, что экономика у нас будет гораздо лучше Он верующий? У него Он объявляет себя верующим по-своему В душе Сам по себе У него Это рассуждение его Еврейское Поэтому там у него Кто-то есть Кто-то там есть, да? Да, да, да Так сказать И еще хотел Ну, он очень много говорит Извините Ну, он очень много говорит о том, что Музыка, она В основном Классическая музыка Там Это же прежде всего Были люди, которые И из монахов И Кроили Музыки Они Такая духовная музыка Прежде всего Гендель Он там вот Об этом говорит Что Много посвящено И вот Творениях Бах Естественно Очень верующий был Композитор Ну, одним словом Временами Вроде как И хорошо Говорит она Ну, то есть Я с ним Оспорил бы Помного И Марина Проходит Обследование Сейчас В связи с тем, что Вот В окружении И сейчас Вот Анализы И так далее На этой неделе Будут делать Ну, сами понимаете Там Все Сразу МРТ Что вы все К этому МРТ Да ладно МРТ Спаси Христос За молитвы Меня УЗИ Выписали Кругу И я уже Одну неделю был В отпуске Еще неделя в августе Так что Слава Христу Да Вот Прошу помолиться Еще Я вас просил На каждом собрании Практически Говорил об этом Моя племянница Надежда Ее сын Денис Который В СО И Которым Отказали Здесь у нас В госпитализации В наше лечебное Учреждение И он Уехал туда Там Проходил комиссию Невролог Написала Что Ну Поставил диагноз Неврологический И Написала Как бы Посыл На военно-врачебной комиссии Чтобы Ему дали Отпуск Еще на 60 дней Для реабилитации Ну Потому что Естественно В таком положении Он Никак не может В эти годы К Ведению Участия В ее действиях Ну Вот Надеемся На то Чтобы Как угодно На волю Господи И Чтобы Его Предоставили Ему Эту токность И он Пошел В реабилитации Здесь у нас В Крайовой больнице Или в госпитале Участников Ну А прежде всего Молимся О том Чтобы Господь дарил им Обращение Я с Натальей разговариваю Она говорит Я верю В Бога И в Него верю В Дениса верю Как можно в Его верить Что это такое Что за вера в Дениса В Бога верить И все Что Господь Может Все сделать И для Дениса И для твоих детей И для всей твоей семьи Молиться Ну Чтобы Господь укупил А так то вот Как бы Разумно Говорит Читает Болится Говорит что Просыпается от того что У нее в голове Слова Псалмов Вот Читает она Псалмы Он говорит Не оскверняю ли я Эти псалмы Эти молитвы И что Потому что я не могу их Распровести как они написаны Как ты можешь Главное Главное что у тебя есть Молитвы Что настроены И обращаются И обращаются к Богу Как ты В какой постели Тебе произносишь эти слова Слова Это другой вопрос Вот Еще что У кого есть Михаил сдал Третий экзамен Со второй попытки Да Слава Богу Хорошо сдал Как-то у него получилось В первый раз Не сдал Третий этап А потом сдал Страдоустройством Да У них страдоустройством И там Тем более Она вот говорила Когда они в прошлый раз были Она говорила Что Собираются ему помогать Это не в той Деревне Где они живут А ФАП Находится за 30 км Они тут должны ездить Туда-сюда Они должны им вроде как Дать машину И будут возить Туда-сюда Дорогая сестра У нас из поездки Да И слава Богу Ну что, Галя Расскажи что у него Скажи пару слов А то тебя не бывает Я же не знаю Что-то рассказать Вопросы позадавать Ну не было для машины Это поездки Нет Галя Вы как Как проезжаете По каким Территориям От Москвы До Москвы Я так понимаю А потом По каким Территориям Адлер Совсем рядом С боевыми действиями Я не знаю Двести километров Ну не только что рядом Не только что рядом Адлер Ростов Приезжая В Ростове Закрытая Раппорта Там Вообще Все посложнее Чем в Адлер В Адлер В Адлер В Адлер Все В Адлер Через Краснодар Мы едем А как вы едете Через Котей Ну какие города Ростовные Пункты населенные Но если в Москву Там в Рязани Не не Это не Москва Это понятно Вот сюда Как вы едете Сюда до юга Через какие города Новосибирь Новосибирск Тюмень От Москвы От Москвы до Адлера От Москвы По югу Как вы едете На прямой Адлера ездить Или всегда через Москву По Новому Славу Нет Мы едем Понимаете Нет Смотрите Мы едем из Барнаула в Адлер Не через Москву Не через Москву Нет Поэтому я слышу Вы Немножко Не Нет Нет Потом мы из Адлера Едем в Москву Это как отдельный рейс Рейс В рейсе Потом из Москвы Снова в Адлер Возвращаемся И потом только из Адлера В Барнаул Галя Тебе отпуск надо брать Да Что вы говорите Спасибо Галя Вот там вот Когда приезжаешь Вы тоже выходные Да Там тоже выходные Какие-то Нет Там выходных Нет Там выходных Нет Там В общем Несколько часов Перестоя И снова едем Это мужчина Да Погулять Сходить туда нельзя Посмотреть Почему Выйти там можно Конечно выйти можно Выйти можно Галя Как там вот у тебя все происходит Вот Ты это Ну там Стоишь на перроне Да Люди подходят Сначала проверяешь документы Они заходят Да А потом еще раз проходишь Да Обязательно Повторная проверка Обязательно И у вас там вот этот Чай в подстаканниках Подстаканниках В граненых стаканах В граненых стаканах Да Ну серьезно Как раньше все Конечно А вот Допустим Вот там раньше я ездил Там все время с углем Они занимались Ну уголь это вот А пяти месяцев Конечно Да Да А сейчас у вас Кондиционеры есть Или что Кондиционеры летом На зиму они Консервируются И будет уголь Ну уголь то Там где нет электрики А где электричество Включается электричество Ага То есть отдыхаете Да В гости ходят И как часто вот там надо Пепел в этот Ну золу эту Золу эту выбрасывать И куда вы выбрасываете Прям ее В окошке Нет Сохрани бог Это строго запрещено Это же пожарная безопасность Есть определенные станции На которых мы выносим золу Выносим бытовые входы Это определенные станции Согласна Книге расписаний Давно Что В начальнике Пусть Начальник Как поезда еще больше Я вообще всем интересуюсь Батюшка Приходится разговаривать В интернете Мы раз ехали Это были какой Восьмидесятые годы Наверное Галя Ну Не Ну Стройная такая Мужественная Остановилась Послушала Прошла Потом вернулась Меня отозвала А вы Не могли бы прийти К нам Вот В окон ресторан Он закрывается там два часа Ночь Нет Днем Днем там на обед Как бы закрывается Не на обед Профилактический час Да Там это Я говорю Ну хорошо Ну у нас сейчас пост Мы там приготовимся Я говорю У нас пост Ну мы можем картошку Там овощи Что-то такое Ну рыбку можно Хорошо Хорошо Ну я думаю Игнать еще сказал Ну пойдем Раззовут Ну и вот Они собрали Пошли там уже Не закрыты И вот Сейчас Они брали картошку Там вот это Хорошо приготовили Рыбшим С луком Да да Мы носили И вот Вопросы задавали вам там Ну да 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 Конечно Здорово Когда вопросы задают Целый час Да Мы хорошие вопросы задавали Да Сказал Несколько предложений А сейчас что-то я не знаю Московский поезд Есть ресторан Нет Нет А у вас нет вагон Нет Подождите Я езжу в Адлеровском В Адлеровском Всегда есть вагон ресторан С 9 до 24 Добро пожаловать А в московском У меня нет В московском поезд Вагон ресторан нет Но есть другой рейс Который вот батюшка говорит Московский Это Барнаул Москва А Понял себя В нем нет Вагон ресторан Раньше был и почтовый Вагон А сейчас нет ни почтовый Ни багажный Ни ресторан А как они почту В некоторых составах Включают почтовый вагон Либо голову Либо А потом Как вы попадаете в Адлеров Мне интересно По рельсам По рельсам Какие там населенные пункты Никак Ну какие Екатеринбург Обязательно В Тюмень Екатеринбург Через Урал Едем Да вот мы уже в Омске Мы уже в Омске Я говорю Мы в Омске Ну в Омске Потом Урал Екатеринбург Тюмень Все проехали Мы же отсюда уже едем Потом Урал Я же тебе говорю Екатеринбург Ну отсюда едем В Омске А потом Тюмень Это Урал В интернете Зайди в рельс Посмотри Там каждый пункт назначения Омск Потом Тюмень И на Дюмень И на Дюмень На Дюмень Да По поводу туалетов Задали вопрос Ну вот Там можно только с одной стороны Заять Билотуалеты очень плохо Стали туалеты Кажется лучше будет В общем В основном сейчас Билотуалеты Ими можно пользоваться Круглосуточно На любых станциях Минуя санитарные зоны Зоны не закрывая туалеты Это очень удобно Почему вам неудобно Я не знаю Я просто не ездил Это устроено так Что там специальные емкости Это как Лена говорит На рельсы Нет Сохрани бог Не на рельсы На рельсы сейчас ничего Не падает Ничего Да Не падает Я надеюсь Я надеюсь Не ты этим занимаешься Это собирается и откачивается Чем я занимаюсь Ну Откачивается Это определенные Станции технические На которых приезжает машина И все это откачивается Ну Если туалет заполнен То Ну то все Ходите в другие вагоны Бумагой Бумагой Теперь бумагой Снабжают нас Да Салфетки для рук Туалетная бумага Мыло Освежители Воздуха Это все сейчас В экипировку входит Ну Смотря сколько Провозишь пассажиров Бывает Если двенадцатый вагон Это просто трамвай По сравнению с тринадцатым Да например Там пассажиров Провозим гораздо больше Чем в тринадцатом И там расходники Улетают Просто Ну делимся А расходники Что это такое? Туалетная бумага Аааа Туалетная бумага А в чем разница Двенадцатый Разницы никакой Оба гладскартные вагоны Но двенадцатый Почему то всегда Провозим больше Туалетная бумага Возможно Возможно Да Я думаю Что да Я в любом Работаю У меня есть Купейна еще меньше Провозят А Так ты не в Купейном еще даже? Все Я говорю В разных В разных Вагонах Чтобы молитва лучше За сестры ушла А то Я все так представляю Вот такие просторы Вот так поезд И Галя там вот так стоит С чай Вот так С этими С подстаканниками Я почему спросил И все Думаю Чего вам так не нравится Ничего Я не могу понять Подожди Вот Давайте решим вопрос У нас С крестом И с этим делом Нам нужно сделать Венец И цветов Вот Леночка пообещала Цветы Принести Кто еще сможет Если Принесите И кто Ну Кто придет делать Я Я Принесу Кто придет Галина Еле Ходит Не может Как Ну Кто еще Сможет Третий Ну Зеленникам Как Как Может Как Может Придет Я Принесу Трем Цветы Я И Буду Делать Принеси С Цветами Не Тяжелые Не Тяжелые А то Я Тебе могу Привезти С Просто Привезти Спасибо Спаси Христос Начнем Говорить Спасибо Уберите Гали можно Потому что Она там Среди этих Людей Она же не будет Всем Спаси Христос И Говорит А Мы Давайте Будем Спаси Христос И Благодарю Благодарю Так Слово Имеет Христианна Михайловна Дратья и сестры И любимые Родные Всех вас Благодарю Всех вас За молеку В этот раз Настолько укол Прошел Благополучно Я Больно Но Было Хорошо Было Слава тебе Господи Еще мне Через месяц Надо Ак-тест сделать И Тогда Наверное Или продолжат Лечить Или остановиться Одному Господу Благодарю Всех вас Слава Христу И Слава Христу Простите Мы Поедем Давай Александр Михайловна Простите Христа Я прошу прощения всех И Помолитесь За меня Я Пойду Тоже Исследоваться У меня С почкой Что-то Помолитесь Да ладно Пускай это не будет Ничего Не будет Вот Помолимся Владюшка Вы помолились И я пришла Сейчас Я Сзади машины Как раз Я посмотрел Я думал Что дверка А вы Заболел 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 Дети Тоже говорят Здорово Всех Благодарю Спасибо Старастей нету Уже Старастей нету Уже Третьей Уже Ну не болеем Уже 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 Мы с ним Поговорили Здесь Последний раз Он был Я его спросил В чем дело Он сказал Что ему не интересно Здесь Он не может себя победить Я говорю Ну тебе тебе Пока сравнивать не с чем Я говорю Сейчас Может быть время пройдет Ты поймешь Что это такое Ну а нет Что тебе делаешь Я тебе своей верой не могу Вот так Сейчас бы дал Кусок коробок Вот он Ничего не отрывается Ну он с Сашей не есть Ни с кем Ни с тобой Ни с Сашей не есть Ну так же Да нет он самостоятельный Он взрослый стал человек В каком классе учится Да какая разница Уже Он Он Натурально Раньше я с ним разговаривал Он по детски там Он не знаю А сейчас он конкретно Сказал уже Я говорю Что поваром то нет Он смеется уже То есть детскость была А сейчас Уже повзрослел Все Он смотрит на отца Отец Зарабатывает деньги Он начинает понимать уже Ну взрослый И говорит Ну я вот как отец пойду В компьютер Ну сейчас не знаю какие там Технологии Раньше были программисты Сейчас говорят Это все автоматически делается Уже Программисты не нужны Сейчас айтишники какие то Что это такое я понятия не имею Попугай Ну Ну Я к тому что Люди Когда Становятся взрослыми Они Конкретно уже знают Что им надо Куда И все Становится на свои места Ну будем молиться Господь Да конечно Расположить Найдет время когда Что это Где то проснется Это То что было заложено матерью Не зря Водитель Я так же верю Что то что вкладывал в своего сына Тоже не пройдет мимо Так что молитесь о нем Они тоже куда то ходят Он Я с ним разговаривал Он говорит Если не иметь веру То как он Георгий Тихонович Молодец Куда все остальные Здесь Хорошо Хорошо Говорит Исполнитель жив Исполнитель жив будет Да А не придумывающий себе спасение Так что Исполняйте Когда исполним все А небо нас ждет Так Еще у кого есть Слово Поварентируй Можно Поварентируй Слово Поварентируй 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 Что Господь управил Или так Или эдак Нет Надо нам Знать о чем молиться Может это во вред тебе даже А мы будем молиться Ну так и молитесь Если во вред Значит не исполни А если Богу угодно Значит исполни Ну ладно Понятно Да Можно Это рака за камень называется Завести братьям Да Да Вот именно так Что Все Давайте тогда будем заканчивать И что у нас Продолжение Можно я К сегодняшнему чтению То что брат читал На занятиях Да На занятиях это невозможно Почему Ну что я остановлюсь Скажу А теперь давайте разбираться То что Говори Реглама 5 минут Я хотел Место писания произнести Вообще С чего Все началось Разговор о жизни Смерти Христос нас спасает В чем дело то С чего все Началось Послушайте И И сделал Господь Бог Адаму и жене его Одежды кожаные Одел их Кто Откуда это я говорю Место писания Кто знает Третья глава Ну Стих 21 И 22 стих И сказал Господь Бог Вот Адам стал Как один из нас Зная Добро И зло И теперь Как бы не простер Руки своей И не взял Так же От дерева жизни И не вкусил И не стал жить Вечно И выслал его Господь 20 стих Бог из сада Эдемского Чтоб возделывать Землю из которой Он взят И изгнал Адама И поставил на востоке У сада Эдемского Херуима И пламенный меч Обращающийся Чтобы охранять Путь Дереву жизни То есть Вот Отсюда все и началось Поэтому Человек Который мог жить вечно Ну Если бы он продолжил Правильно Жить с Господом И исполнять Повеление его То есть не есть От плода этого дерева А теперь Жизнь он вечную Потерял И теперь Как прийти к тому Для чего Господь сотворил человека Теперь посылается Сын Божий И вот об этом Мы сейчас читали Все Все Я просто напомнил И все Больше ничего Пожалуйста Моримся Песня Песня Я Бога Слово Родшую Сущую Богородицу Тя Величаем Господи Защити Родину нашу От нашествия иноплеменников От внутренних расприй От беззакония Которое втанье Останови делающих зло Просвети правители страны нашей Чтобы принимали мудрые законы И всех начальствующих Так же просвети и защити Людей не познавших Тебя Обрати к истине Что божественную любовь Твоя коснулась Каждого сердца Священника Который не служит Тебе Как должен Пусть покажется в неближении Своем И проповедует смело И инославным Об Иисусе Христе Господи праведно суды Твои Над Россией За то что оставили Тебя И Слово Твоей Изреченностью Твоей Библии Прости нас Господи Владыка жизни Что сокрыли имя Твое Бога и Егора Дух Святой Да наставит нас Не признавать Никаких иных богов вопия Алва Отче Господи Научи нас Семикратно в день Прославлять Тебя За силы правды Твои Тебя хвала Слава чести Поклонение Пресвятая Троица Отец сын и Святой Дух Аминь Теснопение Трапеза Занятие Да Кто готовил трапезу Вытаскивайте сюда В пустые суни Что я